всем привет сегодня хочу поговорить об интересной библиотеке либо пакете библиотек потому что она в себе выдержит еще и тендерфлоу и opencv и довольно много зависимостей которые в принципе там за считанные минуты буквально там за 5-10 минут вы можете сделать небольшой прототип и в принципе понять интересно ли вам компьютерное зрение вот что мы сегодня сделаем мы сегодня поставим все пакеты в зависимости к ним откроем юпитер ноутбук напишем небольшую демку либо же я просто покажу то что я уже сделал чтобы мы не тратили время на написание объяснения каждой строчки этого в принципе хватает на официальном репозитории пиксел либо которые также ссылочку приложу также приложу ссылочку на медиум статью которая в принципе довольно неплохо написано автором вот и приложу ссылочку на предобученную модель которую я нашел на официальном репозитории компании matterport все это запустим в интерактивном режиме блокнота с использование потокового видео наши веб-камеры и посмотрим как это работает ну на все про все займет не более 5-10 минут окей поехали что нам нужно нужный терминал нам нужна рабочая директория у меня такая уже есть также как и виртуальное окружение которым я работаю я уже его создал в принципе создается следующим образом виртуал н дальше вы пишете виртуальное окружение ваше версия питона так но я создавать это все уже не буду потому что я уже создал это далее что вам нужно будет делать у вас окружение будет создано она появится в той же папке в которой вы находитесь по тому же пути далее мы его активируем папка папка bin активит все мы его активировали мы внутри нем сразу рекомендую вам поставить зависимости в терминале ну если нет тогда можете сделать на следующем шаге когда у вас будет юпитер блокнот окей почему он ну такие вот небольшие дымки я думаю что быстрее всего и нагляднее делать именно в юпитерском блокноте ссоры ошибочку то что же такое так есть вот сюда же я скачал файлик предобученной модели то что я вам чуть раньше говорил так создать блокнот можно с помощью вот этой кнопочки так вот я уже его создал объясню сейчас посрочно что здесь происходит ставим зависимости также вы можете поставить это через терминал но внутри вашего окружения это важно потому что внутренне вы работаете если вы ставите через блокнот тогда вам нужно будет стать вот такой вот восказательный знак и далее пип инсталл и перечисляете зависимости по зависимости по зависимостям я сейчас работаю на машине с куда ядрами у меня стоит куда куда н н все зависимости под 11.1 куда драйвер соответственно карточка у меня титан в на которой принципе я провожу все свои эксперименты в принципе для демки для работы со статическими изображениями вам вполне будет достаточно обычного тензерфлоу который работает под центральный процессор 2 тензерфлоу не рекомендую ставить по моей практике ставите 2 тензерфлоу и под гп и по цп у будут использоваться по цпу можно там моментами кое-какими использовать цпу но не будем сейчас углубляться в этом так зависимости тензерфлоу пиксели оба тиве оба тиве я для себя поставил случайно полную версию она не нужна вам ставите просто пиксель лит тензерфлоу ставите об антиве в виде зависимости поставится тогда когда вы будете ставить пиксели дальше здесь я закомментиру чтобы это часто не ставить дальше все это импорте импорте самую библиотеку из нее с класса мы импортим вот из именно с этого пакета пикса либо в пакете instance instance segmentation импортим дальше импортим севе 2 опыте в пакет тензорфлоу здесь давайте сразу за импортим все здесь я проверяю работает ли у меня куда если вы на цепку то конечно же этот шаг можете пропустить относительно закачки модельки я сейчас нахожусь корневой директории у меня эта моделька уже есть но в принципе можете раскомментировать и принципе скачать ссылка активно на момент записи этого видео дальше я уже скачивать не буду это идем дальше мы здесь на этом шаге создаем переменную segmentation модуль модул в нее мы загружаем нашу модельку так довольно принципе быстро происходит все это ну я думаю что в зависимости от вашего оборудования может немножко отличаться что здесь происходит здесь мы создаем переменную в которую мы грузим наш поток на текущий момент у меня веб-камера не несколько веб-камер для экспериментов под индексом 0 то веб-камера которая у меня будет делать стрим из которого я буду грабить каждый фрейм и его распознавать фактически не я а библиотека пиксели сегментировать объекты далее здесь цикл в котором мы читаем наши фреймы далее мы загружаем и отображаем бомбит боксы создаем окно именуем окно ожидаем нажатие клавиши q ну здесь принципе завершаем весь наш цикл закрытием в окна в случае если кью нажата давайте запустим так это диод камеры подсветился вот что у нас происходит для примера я щас открою на видео снимай да у меня работает сейчас на видеокарте у вас в принципе в зависимости от того какой тензерфлоу вы поставили и если поддержка того тензерфлоу который стоит куда у вас будет использоваться куда если вы используете тензерфлоу с gpu окей в принципе вот и все можете поиграться с официальным репозиториям там есть довольно неплохие примеры связанные с блю рингом фона вот в принципе здесь все это есть подключением других моделей предобученных да вот интересно есть примеры с выделением определенных классов то есть можно будет выделить определенный класс только тот который будет сегментироваться на изображение все всем спасибо буду рад поделиться с вами еще своими экспериментами новыми библиотеками и тем чем я занимаюсь буду рад если подпишетесь всем пока